Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, в этом видео пойдет речь о сумках. Большое спасибо за такой интересный вопрос, который мне был оставлен и мне был адресован. Какую сумку я считаю самой-самой лучшей? И если бы я выбирала сумку, либо советовала кому-то купить сумку, какую модель я бы посоветовала? В этом видео мы увидим много хорошо одетых стритстайлеров, много хорошо и классно одетых итальянок. Но сегодня мы не просто посмотрим и обратим внимание, какие же сумки в Италии пользуются популярностью. Я думаю, многие мои зрители уже давно поняли, что итальянки очень-очень любят бренд Zanellato. Для меня это совершенно незнакомый бренд. Я открыла его для себя, снимая витрины и снимая стритстайл, благодаря своим зрителям, которые этот бренд смогли опознать и сказать мне и всем заинтересованным, где подобные сумки можно купить. Нет, сегодня мы посмотрим на те модели сумок, которые на мой личный взгляд являются очень-очень комплементарными для любого возраста, для любой фигуры. И могут украсить вот действительно, на мой взгляд, любой ансамбль прежде всего благодаря так называемым пропорциям, которые разбиваются. И речь пойдет о кроссбеге. А сумки, которые носятся вот таким образом. Кстати, вот девушка, о которой я хотела составить в свое последнее видео, когда я имела в виду вот такой головной убор, который очень-очень хорошо смотрится с пальто. Прежде всего, я сама такой головной убор себе бы присмотрела и обязательно куплю, если встречу. Да, речь пойдет о кроссбеге любой фурнитуры. Сейчас мы обратим на это внимание любого размера и любого цвета. На данный момент я считаю такую сумку самой-самой комплементарной, самой-самой универсальной, потому что сегодня она может быть любого размера и важно носить ее именно через плечо. Вот так, посмотрите, как красиво. Кстати, это тоже образ с удлиненным пиджаком, приталенным. И посмотрите, как красиво это смотрится. Опять же, в последнем видео я обращала внимание на любовь итальянок вот к таким женственным пиджакам мужского кроя, но не оверсайзным пиджакам. Итак, для того, чтобы носить нашу сумку кроссбег через плечо, а не на плече, посмотрите, как красиво это смотрится, необходимо сразу учесть при покупке длину ремешка. Посмотрите, эта сумка, надетая как кроссбег, на самом деле в жизни так носиться не будет, потому что ее ремешок слишком-слишком короткий. Нам очень важно посмотреть на длину ремешка при покупке. То, что касается фурнитуры ремня, могу сказать, что если есть возможность, делайте выбор в сторону вот таких ремней-цепочек, потому что это будет дополнительный аксессуар на вашей одежде, в вашем ансамбле. Изначально, на мой взгляд, ремешки-цепочки смотрятся более выигрышно, более интересно. Но сейчас очень много кроссбегов, и опять же в последнем стритстайле я показывала, что есть такие сумки кроссбеги, с которых снимается и меняется ремешок. Посмотрите, опять же, надета сумка, которую очень многие бы носили на плече, надета как кроссбег. Немножко коротковат, на мой взгляд, ремень, но смотрится очень-очень красиво, потому что кроссбег перебивает нам пропорции. Вот, пожалуйста, пример, на мой взгляд, очень удачной фурнитуры. Это очень широкая цепочка, очень широкая цепь. Кроссбеги подойдут нам под любые аутфиты. Классические, мини-классические, миксованные ансамбли. Они будут смотреться очень-очень хорошо. И посмотрите, опять же, недавно я говорила, обращала внимание, но не всегда могу вставить пример. Я говорила, что итальянки очень любят носить одну сумку, так называемую женскую сумку, и самый обычный шоппер. И смотрится это все достаточно хорошо, красиво, стильно и, самое главное, аккуратно. Это не портит образ. Вот, пожалуйста, еще один пример сумки. В данном случае, в тематике нашего видео, это кроссбег и самый обычный шоппер. Пожалуйста, дорогие зрители, не забывайте, что кроссбеги сейчас существуют совершенно разных-разных вариантов. И каждый сможет подобрать себе то, что ей нравится. Посмотрите, вот такая очень удачная модель кроссбега. Небольшая, не маленькая, все поместится. При этом имеется ручка, чтобы носить как классическую сумку в руке. Ну и также более длинный ремень, чтобы надевать как кроссбег. Вообще, современные кроссбеги очень универсальны. Их можно носить, да, через плечо и на плече также. Хотелось бы отметить, что кроссбег – это сумка для любого возраста. Мне почему-то кажется, что очень у многих эта сумка ассоциируется с молодым возрастом и с типом сумки, который больше подходит для молодых. Хотя я не знаю, молодость во сколько может заканчиваться, если мы говорим о сумках, об аксессуарах. Но посмотрите, как прекрасно смотрятся модницы, которым слегка «за». И на самом деле я никогда не обращала внимания и не испытывала, признаюсь, особой любви именно к кроссбегам, пока не начала снимать стритстайл, пока не начала обращать более пристальное внимание, насколько кроссбеги универсальны, удобны. И повторюсь, из-за того, что они вот таким образом делят по диагонали наш силуэт, это в большинстве случаев смотрится очень выигрышно. Недавно я сделала видео о Тедди, и там тоже было несколько примеров того, как даже на Тедди, на застегнутом пальто, прекрасно смотрится эта сумка. Повторюсь, эта сумка для любого возраста. Если она вам нравится, присмотритесь к ней. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, дорогие зрительницы, дорогие модницы, этот видеоряд как нельзя лучше подтверждает, что действительно огромное разнообразие, современная мода, современная индустрия фэшн предлагает нам, чтобы выбрать свою по размеру, по цвету, по фактуре, по стоимости свою, свою любимую кроссбэк. Повторюсь, эта сумка универсальна также и потому, что если нам удастся найти модель, например, вот с таким ремешком, это ремешок-цепочка, который можно спрятать внутрь сумки, либо вообще отстегнуть, мы получим сумку, которая носится как кроссбэк. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Посмотрите, эта сеньора прекрасная вот с такой сумкой. Сумка, которая носится как кроссбэк, сумка, которая может использоваться как клатч. Клатч я очень люблю и до недавнего времени, именно клатч я считала самой универсальной сумкой в своем представлении о том, какая должна быть сумка. И мы можем использовать кроссбэк как просто сумку почтальона. мы носим ее на плече и это тоже смотрится возможно не так выигрышно как кроссбэк надетый классическим способом но зато это очень-очень удобно а ну что ж итальянки итальянские модницы любят сумки разные предпочитают разных цветов совершенно разных размеров как вы видите в общем-то единого предпочтения нет но совершенно точно можно не сомневаться в том что кроссбэк это одна из самых популярных моделей сумок на мой взгляд если бы я давала совет какая сумка как выбрать сумку кроссбэк я бы посоветовал выбирайте возможно текстильную сумку не из кожи сейчас это смотрится необычно сумку однозначно я бы посоветовал выбрать яркую возможно желтую возможно фиолетовую возможно цвет фуксии эти сумки бы прекрасно дополняли в качестве яркого аксессуаров более спокойные компоновки и ансамбли в особенности если мы придерживаемся правила не больше трех цветов и однозначно фурнитура в виде цепочки чем шире цепочка возможно тем лучше это будет дополнительным аксессуаром допустим на нашей верхней одежде либо на нашим просто слоем одежды желаю всем найти свою сумку которая будет радовать как можно дольше и которая будет очень функционально очень удобно потому что в общем то единственное назначение сумки это это ее удобство на этом с вами прощаюсь это была яна скворцова увидимся очень скоро всем пока пока удача удача Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!